Сегодня 23 июня. Вот я покажу свой опыт с хлорелой. Я решил так же самое вырасти еще раз для демонстрации хлорелы с паслена. Одну единственную баночку я зарядил пасленом. Ну вот она слегка зеленеет. Получится с нее хлорелла или нет, это еще не понятно, потому что это может быть хлорофилл. Но я могу сказать одно, всего лишь одна баночка, то есть одна попытка. С одной попыткой получить маточный раствор довольно, скажем так, круто. Но этот раствор, который я поддерживаю в рабочем состоянии, вот он. Я его не довожу до темного состояния, дабы не испытывать его. Отливаю частично водичку и обновляю. Поддерживаю, так сказать, этого объема мне достаточно. Вот есть такая штука, измерительный тест PH. Сейчас я померю в этой водичке и в хлорели. Очень важно поддерживать PH, потому что если она будет кислая, естественно, хлорелы там не будет. И так вот я беру тест и проверяю. Вот он. То есть соответствует 8,5. Кислотность 8,5. Ну, отлично. Теперь берем вторую полоску и в нашем маточном растворе посмотрим. Так, ну, если сравнивать... Если сравнивать, то видно, что кислотность... Как бы показать? Нет, довольно семерка. Даже меньше. Меньше 7. Ну, вот если сравнить... То есть хлорелла сама поддерживает заданную кислотность. Ну, и питание должно быть таким образом, что мы не закисляли среду. А так как и грибы, и хлорелла, сами микроорганизмы, они способны удерживать тот необходимый уровень PH, который благоприятен. Главное, чтобы в процессе кормления мы не испортили это дело. Значит, водный раствор этот нужно слегка, слегка нужно добавить щелочи. Каким образом это сделать? Тоже. Ну, если там есть зачатки, можно сразу убить эту хлореллу. Надо плавно поднять. Ну, я напишу на форуме, как это сделать. Спасибо. Спасибо.